Здравствуйте! Сегодня замечательный вечер. Но для меня он знаменателен в войне, потому что папа и мама уехали в Вязьму забирать машину из ремонта, а меня оставили наедине с Ростиславом Геннадьевичем. Ну, честно говоря, не часто у меня подобный опыт происходит, но мы решили немножко похозяйствовать. Поэтому сейчас мы начинаем заниматься вечерними процедурами. Покажу, что это такое. Вечер. Я, как всегда, вырезаю около печки. Мне компания оставляет карька, а Роська начинает убираться. Нет, я не просила. Это его личные инициативы. И я предупреждала, что я на свинячью еще в два раза больше, потому что вырезаю ложку. Росян, зачем ты все это делаешь сейчас? Ты же знаешь, что бабушка свинота еще та. И она будет еще резать и резать. Смотри, Варочка, почти все чисто. Да какой, Невка, почти все? Я же тут еще не знаю сколько нарежу. Ну, не знаю, какой-то безудержный порыв. Эх, какой помощничек у бабы Ира. Братина и папа Карла – это не та парочка. Вот у нас все гораздо круче. А нам еще предстоит визит к нашей подруге Лизе. Она живет в другом конце деревни. Мы уже однажды у нее были. Ну... Ну, что подписчики тебе подписали? Подписчики? А подписчики про тебя, кстати, очень много хорошего пишут. Ну, конечно, не про то, что ты иногда забываешь убирать игрушки с моей кровати. Кстати, это наши самые любимые камни. Мы очень часто в них играем, и Рося их применяет. А у меня этот новый танк. Ну, потом покажешь? Эх, друженик. Сердце радуется. Бальзам на душу, я бы сказала. Так, ну а мне еще ковыряться и ковыряться. У вас, почти всю полную кучу. Росян, ты еще не представляешь, сколько я тут насвинячу. Э-э-э, ты вон туда пацановку-то не заметай. А то оттуда не вытащишь потом. Так, ладно, друженик, пойдем на улицу. Карта идешь? Реверанс. Пойдем, отдохни, трудяга. У нас начался с Руськой совместный вечер. Папа и мама уезжают за машиной, которую пришло создать сервис. Масло потекло, блин, пробило прокладку. А мы остаемся вечером вдвоем. Росян, скажи всем привет. А смотрите, что у нас дома. Да, и у нас вечер начинается с великолепной радуги. Дорога сегодня уже была, а радуга – это нечто новенькое. Посмотрите, какая красотища. Да, настоящий мост счастья. Одинарная, прошел легенький солнечный дождь. И после него, кстати, солнечный дождь еще называют и грибным, обязаны пойти грибы. И завтра я отправлюсь с лес. Ну, а сегодня нам с Росяном предстоит провести вечерок. А в лесу я хочу посмотреть, есть ли грибы. Если они действительно есть, мы с тобой пойдем туда потом вместе. Посмотрим. Ну, возможно, дождик сегодня еще и начнется. Но радуга сегодня просто замечательная. Люблю такие вещи смотреть. Все, выбирайся. Пойдем в избушку. Итак, обсуждаем планы на сегодняшний вечер. Предки выехали. Будут не скоро. Чем мы сегодня будем ужинать? Костер. Костер. Так, у меня для костра есть колбаса. А у меня шалаш. Какой у тебя шалаш? Салат, я сказал. Из чего салат? Еще чего-то там добавлю. Майонез. Нет, майонез само собой. Слушай, у нас есть несколько красных помидоров в теплице. У нас есть огурцы. И у нас есть зелененький салатик. Надо все это собрать, покромсать и заправить твоим майонезом. А к тому мы жарим хлеб и колбасу. Вперед! Росян долгое время поливал свои огурцы из гранатомета. Он мечтал, чтобы они выросли самыми большими в деревне. Ну, а сейчас его право собрать и урожай. Тем более... А почему я? Ты что, сам не можешь? Они острые очень. Острые? Ну, огурцы немножко колюченькие. Ты, в принципе, можешь бегать с помидорами. Там в теплице уже есть красные. Ну, я так я. Честно говоря, не думал, что Росян так боится уколоть свои пальчики. Ну, такие огурчики нас вполне устают. Надо сделать салатик для папы с мамой, который вернулся из города. Опс. Ну, как всегда, своя домотканная корзинка. Но семены, естественно, мы оставим. Вот у меня произрастает парочка и масса завязавшихся. Интересно, что там Росян делает около теплицы. Нарвет он что-нибудь или нет? Ну, честно говоря, у меня помидоры-то уже начали краснеть. Каким баховым земледельцем я не была. Ну, данный год плодородный. На что угодно. Так не на мои любимые. Так, топаю, смотрю, где он там затаился. Уже по новой засветла ремонтантная клубника. Малинка плодоносит вовсю. Так, Роська сам открыл теплицу. Я её уже закрывала, правда. Ну и? Это что-то упало. О, это сломала Светка. Слушай, а ты набрал какие-то зеленоватые. Вон там краснее были помидорчики. Ну ладно, сойдёт. А ты ещё перец сорвал? Ага, траву красная этого. Ну, Росян, я думала, что он ещё немножко повисит. Ну давай. Оп. Оп, оп, оп. Ну, мазилка. Так. Ну всё. Ну всё, пойдём салат готовить. Нет, пока ещё. Ну всё. Ты собираешься ещё рвать помидоры? Ага. Ого. Вон тот, красный-карасный. Вот этот? Нет, дальше. Поэтому ещё надо повисеть. А этому? Угу. Ой. Он самый. Только аккуратно. Ну всё. На салат хватит. Я набрала огурцов. Пойдём. Ой. Вот теперь бы телефон выключить. Ты меня закидал помидорами. Я не знаю, как всё это держать. Хе-хе-хе-хе. Итак, мы приступаем к готовке. У нас корзина с помидорами и огурцами. Один перец, который внезапно сорвал Руська. Он намерен сам солить. Это меня немножко напрягает. Ну а уж майонез. Так, майонез мы будем... Не-не-не. Лить, когда я что-нибудь настрогаю. Сейчас приступим. Росян, ты морально готов? Ага. Ещё как. Вперёд. Так. Процедура в разгаре. Ай. Росян. Сиволапый. Ну хорошо ничего не пролил. Росян притащил себе стул. Теперь мы работаем на равных. А, подумать только. Пройдёт пара лет, и он будет выше меня. Вот именно таким, как он сейчас. А за нами наблюдает чуфырь. Вот он, приёмщик нашей процедуры. Так. Ну, пока, пожалуй, достаточно. Стоп, стоп, стоп. Заяц. Не перебарщивай. Теперь надо поставить майонез. Так. Берёшь соль. Соль. И чё, саи? Ну, естественно, соломку я сделала из банки. Посаливаем. Тру. Хватит. Хватит. Потом, если будет невозможно. Перемешиваем. Давай вперёд. Сосмотрят вам. Нет, будет нам. Это есть не только тебе и мне, но и маме и папе, когда они вернутся. Они просто офигеют. Я тоже полагаю. Но мы еще немножко подрежем овощей. Этот шикарный перец не должен пропасть. Он пойдет в салат. Рассказ Гранч, шеф-повар. Что вы скажете относительно своего кушения? Сатисфэкшн? Сатисфэкшн. Дайте попробовать, плиз. Ну-ка, ну-ка. Зацепи кусочек. Ну-ка. Ммм. Кстати, сален нормально. Только знаешь, в следующий раз чуть поменьше. Мне тоже. Так, ну я продолжаю карамсать. Скоро закончим и пойдем костер зажигать. Салатик салатиком, костерчик костерчиком. Но сначала надо с понькой прогуляться. Ну, разумеется, вместе мы отправляемся. Печерний променад на пятиметровом поводке. Поросян, как всегда, ищет камни. Это наша семейная страсть. Поняш ныряет по свежескопанной земле. Боги, наконец-то у нас появилась дорога. Вот видом все, какой интересный камень. Покажи. Неплохой. Ну, как всегда, в кармашках. Потом Руська берет щетку и все это дело отмывает. Долго и тщательно. И собирает специально... Опять пластик. Вот. Только нам его не хватало. Это нам тоже не хватало. Он у нас экология. Смотри, как будто бабушка рот. Рот? Покажи. О, это настоящая пасть. Ты знаешь, на что похоже? На раскрытый клюв. Как будто бы птица клюв раскрыла. О, поньки продолжается линька. И каждое утро я с пол сметаю целую копну шерсти. Убирайся, не убирайся. Подметай, не подметай. Чеши, не чеши. Ну, симпатично. Так, только бросай на дорогу, чтобы крепче была. Мы теперь каждый камень бережем. Так, поня затаилась в кустах. Росян, будь скромнее, не мешай. А солнышко уже садится. Сейчас вернемся. И будем жечь костер. Кстати, кто будет зажигать? Я. Ну, конечно же, ты. А вы тоже. Вы тоже. Не каждому это дано. Но это мы с тобой в таких замечательных условиях. О, папка. Нифига себе, я ракушку тут нашел. Ну-ка, покажи. Ну, да. Маленькая ракушечка. Заберешь с собой? Ну, конечно. Все в карман. Мама уже не ругается. Она привыкла стирать. Да, поисковик. Ну что ж, прогуляемся и отправляемся жечь костер. Нас ждут великие дела, как обычно. Вот. Я собираюсь кормить поньку, а Руська подметает стружки, которые я сегодня нарубила топором, делая ложку для нового комплекта, и складывает их в ящик. Все это пойдет на растопку костра, который мы сейчас собираемся зажечь. Вот еще несколько минут, и мы займемся своим любимым делом. Костерчиком. Отходов доход, как всегда. Так, ты особо там не увлекайся. Я завтра все это уберу до конца. Все. Молодец. Все, можешь тащить к костру. Я пойду поньку кормить. Так, ну что, поджигаем? Ага. Бересту взял? Ага. А куда ты пошел-то? Не, я зажигалка. А она у меня? А, да. Так, ну смотри, не испугаешься? Не. Значит, сейчас я поджигаю бересту, а ты кладешь ее вот сюда, и сверху подкладываешь маленькие палочки. Готов? Ага. Так, что надо сказать? Агню горит. Великий Агни, помоги мне зажечь костер. Агни, помоги мне зажечь костер. Так, ну давай попробуем. Поможет, не поможет. Так, держи вот так вот вертикально. Так. Рося, ну так, чтобы не обжечь пальцы. Вертикально это значит ребром вверх. Вот так. Тогда она лучше загорится. Пробуем. Готов? Ага. Дай немножко разгореться, потом клади. Ну так так, чтобы пальцы не обжечь. Так, еще немножко. Клади. А-а, не пошло. Еще раз. Подержи подольше немножко. Ты понимаешь, дело в том, что с этой стороны лишайник. И, видимо, поэтому она влажная и не загорается. Держи. Еще раз. Вертикально. Если долго мучиться, что-нибудь получится. Подержи подольше, пока не разгорится. Так. Клади. А теперь сверху надо положить палочки, которые быстро сгорятся. Еще вот так что-нибудь будет. Смотрите, шпалгой становится. Ну, так появляется огонь. Это здорово. Я очень люблю на огонь смотреть. Мне очень нравится огонь. Мне тоже. Мне тоже. Представляешь, когда зима, холодно, а у тебя в печке огонь горит. Насколько это здорово. Сидишь, вырезаешь, на огонь лягуешься. Эх. В Москве такого никогда не испытаешь. А тут деревня можно. Да, потому что это деревня. И это здорово. Так, ну что. Надо что-то готовить. Шампуры у нас есть. Ага. И что мы на них будем насаживать? Хлеб. Хлеб и... Давай колбаски порежем. Ага. Ну, прикольно будет. Так, ладно. Будем приступать. Приступать к этому. К процессу приготовления пищи. И это колбаска. Нет, пять не дам, у меня руки заняты. Мадама. 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 Хватит кривляться. Я бабулечка дорогулечка. Будет проще. Нет, ну скажи, что может быть приятнее, чем смотреть вот так вот на огонь? По-моему, здорово. Ага. Просто классно. Я не пою чуточки. Я не огоню чуточки. Так, слушай. Ну что, колбаса и хлеб, да? Берем шампуры. И начинаем готовить ужин. Так, только вот все-таки с этой палочкой поаккуратнее, ладно? Я в детстве тоже очень так любила делать. Так? Ну, немножко по-другому. Поменьше круги есть, знаешь, когда получается вот такая вот сплошная линия из уголька. Это вообще классно. А где поклонники? Что с нас взять? Слушай, когда смотришь на костюм, а даже есть уже не особенно хочется, потому что просто достаточно того, что на него любуешься. Что там химичишь? Так, а у тебя там ничего не загорится? Расян, ты не прав. Ну-ка, положи палочку вон туда. На кирпичи, малыш. Нет, нет. Давай на кирпичи, и сейчас будешь хлебушка нанизывать на шампуры. Вот так вот лучше. На самом деле я могу. Так, ну, доставай хлеб, там колбаса, ломай пополам. Ну, пока нам двух кусочков хватит. Сам справишься? Ага. Так, давай сегодня ты будешь повыр. Ага. Слушай, ну, у меня вообще-то рука занята. Ну, давай. Это драгоценность. Главное, чупыря рядом нет. А ты маленькими кусочками нанейшь, и будет нормально жариться. Так. Слушай, у меня такое ощущение, что ты с голоду точно не помрешь. Сам со всем справишься. Так, давай сначала одну порцию, потом вторую. Ты хочешь сразу много сделать? Розька, пока мы будем есть первые куски, следующие уже остынет. Лучше не надо так много. Надо тепленькое, приятненькое. Ну, ладно. Сам давай. Ну, кстати, смотри, уже маленькие уголючки появились. Ну-ну. Первый самостоятельный опыт. А вот это-то напрасно. Нет-нет-нет. Так это все можно сгореть. Что ты хотел сделать? Я по-другому хочу. Ну, давай по-другому. Так можно? Лучше не над огнем, а над углями. Вон, видишь, где красная. Розка, давай ты сама. Сама? Ну, тогда держи колбасу. А можно я немножко съем? Конечно, можно. Ну, я бы на то вместе ее нанизала на шампур и поджарила. Ну, просто офигенная колбаска. Ну, сголодусь-то оно всегда так. Но это еще приятней. Так, ладно, у меня сейчас телефон перегреется. Здоровья, всем удачи. А мы ждем наших папу и маму и развлекаемся с Росяном в наших милых деревенских традициях. Всем здоровья и удачи. Не вызывай у людей обильные слюни течения. До свидания. До завтра. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok